Эти работы вызывают улыбки и умиление. Рассматривать фото крошечных моделей можно бесконечно. Первая авторская выставка уже известного крымского фотографа Натальи Олейник открылась в главной галерее Евпатории в театре «Золотой ключик». Свой творческий путь девушка начала 7 лет назад, а вот идея фотографировать новорожденных пришла к ней после того, как она родила вторую дочь. Я бесконечно смотрела на эти ручки, на пальчики, на реснички. И мне хотелось максимально больше запомнить образ, чтобы в голове запомнился образ ребенка моего. И я на тот период уже была детским фотографом, я была уверена, что я сама смогу все сделать. Но когда я пришла домой, череда вот этих бесконечных забот, хлопот, пусть и приятных, но они просто меня полностью отодвинули от этого. У меня, собственно, я не получила сделать дневноворожденные съемки. Я поняла, что новорожденная фотография – это достаточно сложно. Имеет определенную специфику, в первую очередь это связано с безопасным позированием. Элементы безопасного позирования – ключевое направление в работе фотографа в направлении ньюборн. Наталья часто посещает мастер-классы профессионалов, самостоятельно изучает физиологию ребенка. Главное – не бояться, считает девушка. Она чувствует каждую свою модель, ведь сама Наталья – мама. За двухготичный опыт работы в этом направлении у нее было порядка 80 малышей моделей. На кадрах видны различные задумки автора, которые иногда приходят уже в процессе съемки. Чаще всего Наталья подготавливает реквизит и едет в гости к родителям своей модели. Важно, чтобы ребенок был не старше 14 дней, ведь спустя две недели жизни малыш начинает активнее реагировать на шум, свет и другие беспокойства. Эти факторы усложняют съемочный процесс. Его длительность всегда разная. Время зависит от задумки и поведения младенца. В среднем уходит 4-5 часов. Малышу нужно создать благоприятные условия, говорит Наталья, чтобы ему было комфортно, тепло и уютно. Мне, как многие говорят, не просто съемка, а еще такой тренинг какой-то психологический. Я очень хорошо чувствую ребенка. Я чувствую, когда он улыбнется, когда его что-то беспокоит, когда он вот-вот уже проснется, встанет, когда что-то поменять, поднять голову. Это безусловно для этого нужно будет, мне кажется, в первую очередь мамой. Родители смеются. Я сижу, сижу, например, с фотоаппаратом выложили или готовили что-то другое. Так беру фотоаппарат, говорю, сейчас будет улыбка. Беру и делаю выстрел, и родители говорят, ну как вы это знаете, говорит. Ну, ты чувствуешь по дыханию, по движению, по глазкам. На выставку пришли родители моделей полюбоваться на своих малышей. Их детям уже несколько месяцев. Мне было, честно, страшно, потому что это мой первый ребенок. Ну, долго, долго, пять часов где-то. Что-то в детстве. Страх, почему вы? Потому что он маленький такой, а его надо укладывать там. Ну, это вообще сложно. Возникла идея из-за того, что мой муж тоже фотограф, Александр Семенченко. И у нас, вернее сказать, у него есть такая вот коллекция старинных фотоаппаратов. И она, приехав к нам домой, увидела эту коллекцию. И у нее, ну, сразу на месте возникла идея, вот, а что если сына фотографа вот изобразить в таком виде. Направление «Ньюборн» в переводе с английского «Новорожденный» появилось в современном фотоискусстве сравнительно недавно. Хотя в западных странах это уже сформированная традиция. Сегодняшняя выставка – это нечто особенное, потому что «Ньюборн» фотография – это, в принципе, такое уникальное явление. Снимать шестидневных детей, мне кажется, это потрясающе. И вот мы впервые сегодня показываем здесь именно это направление в современной фотографии. И по своей энергетике и атмосфере я могу сегодняшнюю выставку сравнить с выставкой детского рисунка. Наталья ведет целые семейные альбомы. В ближайшем будущем планирует расширить свою студию, чтобы запечатлевать как можно больше приятных моментов. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей ТВ, Евпатория.